На гладкой ровной поверхности лежит тонкий однородный стержень массы m и длиной L. Вот я его изображу. Тонкий однородный стержень. Вот его центр масс лежит на гладкой ровной поверхности стола. Длина этого стержня L. Укажу его длину. На конец стержня перпендикулярно оси его самому стержню кратковременно действует некоторая сила, которая передает стержню импульс P, направленный горизонтально и перпендикулярно стержню. То есть вот в этот конец действует сила и сообщает этому стержню в конец такой вот импульс за небольшое время. На какое расстояние продвинется центр масс стержня за время одного оборота? То есть надо же найти путь S, который проделал стержень. И не только не стержень, а центр массы этого стержня. Еще раз читаю текст, чтобы было попонятнее. На гладкой ровной поверхности стола лежит тонкий однородный стержень. На конец стержня, перпендикулярно оси этого стержня, действует кратковременная сила, которая передает стержню импульс P. Короче говоря, просто короткий удар в конец этого стержня. Надо найти расстояние, которое проделает точка C по поверхности стола. Значит, как движется дальше эта система, этот стержень? Понятно, что он начнет вращаться. И понятно, что никуда не денешься, и центр масс тоже будет двигаться. Но он будет двигаться по горизонтали. Это мы сейчас прекрасно посчитаем. Ну, по этой поверхности, ну и вдоль по направлению этого импульса. Потому что нет причин изменить ему вот это направление. То есть прямолинейно движется по прямой линии. Ну, давайте запишем, как это произойдет. Ну, один из возможных, так сказать, положений стержня, вот я его, например, такое. В этот момент у нас продолжает, вот сам стержень уже вращается, а точка C продолжает свое движение по горизонтали. И вот надо за время полного оборота, за один оборот стержня найти путь точки C, S точки C. Как решаем? Закон сохранения импульса. Закон сохранения импульса. Ну, что тут? МВС равно переданному импульсу. Сила передала этому стержню импульс. Ну, тут ничего другого, даже векторы никакие писать не надо. Все это вот по направлению действия этого импульса. МВС равно П. Закон сохранения момента импульса. Это момент импульса. Он тоже здесь сохраняется. Как его записать? Ну, П на L пополам. Импульс на плечо. То есть пишем относительно центра масс, естественно. Во что это выявилось? Во вращении этого стержня относительно центра масс. Омега 0, ну, например, это угловая скорость, с которой этот стержень начнет вращаться. Из этих соотношений легко найти, единственное, что здесь еще нужно указать, что момент инерции стержня относительно центра точки С и С, вот сюда С напишу, это ML в квадрате на 12. Ну, это всем известная величина. А теперь можно совершенно спокойно написать, чему равно омега 0. PL на 2 и на И, на момент инерции стержня относительно точки С. Подставляем сюда эти значения, PL на 2, ML в квадрате на 12. Получаем 6, ну, тут кое-какие сокращения, 6P поделить на ML. Это угловая скорость вращения этого стержня. Время полного оборота найдется так же легко и просто. Значит, T, это есть 2P, поделить на угловую скорость вращения. Ну, она у нас уже записана, то есть получается PML, подставляем сюда, на 3P. P – это заданный импульс. Ну, а путь точки С, это есть скорость, которую приобретает эта точка, на время одного оборота. С этим все так же понятно. Поэтому получается окончательно такое. Ну, напишем это. П поделить на М, на массу, время PML на 3P. Ну, тут необходимые сокращения. И получается вот такой интересный ответ. PL на 3. Ну, и что мы видим? Формально в эту задачу, вот, в ответ на пройденный путь точкой С, импульс, заданный вот этот импульс, даже не вошел. Но это только формально. А на самом деле он сказывается, потому что сказывается прежде всего на угловой скорости вращения. Вот такая, я бы сказал, очень простая задача. Продолжение следует...